Приветствую вас и читал очень внимательно ваше письмо, ваше сообщение. Это очень сильно напомнило мне такой, знаете, крик о помощи, мольбу о помощи. Вы явно отшелись, не знаете, что делать. Но, пользуясь гистальт-приемом, я хочу сказать, что все, что у вас есть, все, что вам непонятно, все, что вам не ясно, все это находится уже в вашем, по сути дела, письме. То есть вы сами ответили уже на свой вопрос, по сути дела. Как и почему. Давайте вот с этим и поработаем, с этим попробуем разобраться. Смотрите, ваша жена, ваша супруга, она все время делала такие вещи, которые вам, ну, мягко говоря, были неприятны, которые вас не устраивали, которые вам не нравились. То есть она вас всячески использовала, она вас всячески эксплуатировала и так далее. Сказать о том, что она как-то изменится по отношению к вам, сказать, что она может измениться как-то по отношению к вам, значит, вас обманут. Ну, давайте посмотрим правду в глаза. Жена ставит вам условия, жена ставит вам ультиматумы, и это никак, ну, совершенно никак не вяжется с, как вы правильно, кстати говоря, очень заметили, и это никак не вяжется с позиции любящего человека. То есть действительно, любящий человек никогда не будет поступать так, как поступает ваша супруга. Дальше. Что касается того, что она, как она себя ведет, то просто изначально она по какой-то причине, видимо, ей одной видимой, видимо, ей одной понятной, она считает, что вы ей должны. Ну, есть, вот есть такие люди, которые вот так считают, и с этим, к сожалению, вообще ничего вам не подъем. Ну, не получится вам никак, к сожалению, изменить свою супругу, не получится никак ее поменять, потому что она уже достаточно сформировавшаяся личность. А у вас, по сути, остается только лишь два пути, две возможности. Это возможность принять ее такой, какая она есть, или не принимать. И вот, в зависимости от того, что вы выберете, в зависимости от того, как вы собираетесь дальше с ней жить, как вы собираетесь видеть ее, видеть ребенка, вот в зависимости от этого вам и нужно исходить. Вообще говоря, она ушла, и вам придется продать квартиру, вам придется лишиться всего, чтобы быть с ней. Это условия, условия, исключая любовь, вы это правильно понимаете, действительно. Никакие условия не могут быть, если люди друг друга любят, и, напротив, если люди используют друг друга, то условия только есть. И вам нужно для себя решить. Супруга вас не ценит, супруга вас не любит, супруга вас, что главное, не уважает. И все, что у вас есть из семьи, это дочь. И вот дочь, как раз таки, является здесь самым важным моментом. Дело в том, что по закону вы имеете право видеть свою дочь. И вот как вы сделаете это, это уже нужно, я думаю, решать в юридической плоскости. Что касается того, что вам делать, вот вы спрашиваете, даже не спрашиваете, а просто-просто помочь. Не совсем понятно, в чем именно помочь. Я думаю, вы сам, как мужчина, прекрасно понимаете, что эта женщина просто избалована вашим отношением. Эта женщина просто эгоистична, она думает только о себе. И определенный кей не нравится, не устраивает то, что она живет с вами на ваших условиях, кей, видимо, хочет чего-то другого. И меняться она не будет. Соответственно, вы либо полностью уменяетесь под нее, но тогда возникает такой вопрос, а будете ли вы счастливы, будете ли вы чувствовать себя мужчиной, если она вас не ценила раньше, то после того, как вы сделаете все, что она от вас хочет, она вряд ли будет ценить вас еще больше. Она, скорее всего, перестанет вас вообще во что-либо ставить. И вам надо себя спросить, а стоит ли оно того? Стоит ли того, что она от вас требует, совместное проживание с ней? Я думаю, что если и стоит, то только ради дочери, но к дочери вы можете приезжать какое-то время, то есть вы можете как-то с дочкой видеться, да, чтобы она вас не забывала. Этого ваша жена лишить вас не вправе. А вот в том, что касается отношений с ней, в том, что касается вашего будущего, я могу вам сказать только одно. У вас есть будущее только на ее условиях. То есть вот если вы ее условия будете соблюдать, то да, у вас есть будущее. А если вы условия ее не соблюдаете, то никакого будущего, к сожалению, нет. И я думаю, что вам нужно просто себя спросить, ради чего вам эти условия соблюдать. Ради такого вот хамского отношения, ради такого хамского поведения, ради такого вот, ну, такого позиционирования себя в ее контексте. Если да, то вам решать, вам решать, как поступать. Это ваша жизнь, и я думаю, что справедливо будет, если вы, ну, самостоятельно примите решение относительно нее. Но если вы даже сами понимаете, что она вас не любит, сами понимаете, что она вас использует, сами понимаете, что когда люди любят условий никаких не ставятся, а напротив принимаются такими, какие они есть, и стараются как-то наоборот прийти к общему номинации, к чему-то общему какому-то согласию, компромиссу, то только тогда можно говорить о любви, но ваша супруга, к сожалению, не уважает ни вас, ни ваших родителей. Кроме того, она не решает вопросы с вами, она не решает какие-то семейные проблемы только с вами, она решает через вас, через свою маму. И очевидно, что у такого человека есть достаточно серьезные проблемы, есть определенный дефицит, но проблема заключается основная в том, что она не хочет эти проблемы свои решать. И это означает, что она достаточно проблемный человек, она достаточно тяжелый, конфликтный человек, и с вами ей будет тяжело, тем более, что на новом месте, где у вас не будет достаточного дохода, по крайней мере, первое время, и вы окажетесь в положении еще более плачевным, чем сейчас. Просто взвесьте, взвесьте все за, все плюсы, которые у вас будут, все плюсы того, если вы будете с ней, взвесьте их, посмотрите на эти плюсы, и если их больше, чем минусы, то решайте в пользу продаж квартиры и в пользу решения вопросов. Но если минусов все же больше, то подумайте, а нужно ли оно вам. Вы обошлись, вы жили не для себя, вы все отдавали ей, она этого не ценила, и дальше вряд ли будет что-то другое. Я желаю вам удачи в принятии выбора, я желаю вам всего доброго, если остались какие-то вопросы, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...